Мы неукоснительно соблюдаем адвокатскую и иную профессиональную тайну. Все примеры в ток-шоу носят обезличенный характер. Мы предупреждаем участников ток-шоу о том, что упоминание конкретных имен и названий возможно только если это не сопряжено с нарушением адвокатской и иной профессиональной тайны. В частности, если информация взята из открытых источников. 18+. Выездные проверки сокращаются, но вот постоянный налоговый контроль только ужесточается. Если у меня потенциальная сумма до начисления меньше 60 миллионов, то я могу игнорировать претензии налоговых органов, зная, что ко мне не придут. Придя вот по этому вызову в налоговую инспекцию, вы узнаете о себе столько нового. Сейчас налоговая проверка – это постоянный процесс. Прошу вас о следующем. Количество проверок неуклонно снижается, а их эффективность растет. У вас есть какие-то данные на эту тему? Мы второй год наблюдаем исключительно высокие темпы роста доходов во все уровни бюджета. Варианта два. Или проверка, и там может быть найдено что-то еще, кроме этого нарушения. Или ты сейчас гладишь эту сумму. Добрый день. Сегодня мы собрались в замечательном особняке Андрея Львовича Кнопа, построенного в 1900 году в самом центре Москвы, недалеко от Чистых прудов, с экспертами в области права для того, чтобы обсудить очень животрепещущий вопрос, почему нас проверяют налоговые органы. Наши гости сегодня управляющий партнер Бюро присяжных поверенных Фрейтак и сыновья Николай Фрейтак, руководитель проектов Бюро присяжных поверенных Фрейтак и сыновья Кирилл Данилов и старший юрист этого бюро Андрей Белик. Начать хотелось бы с цитаты руководителя Федеральной службы по налогам и сборам Михаила Мишустина. В 2018 году на совещании по итогам предыдущего года он заявил, «Сегодня незаконно возместить налог на добавленную стоимость практически невозможно. Система АСК НДС-2 признана специалистами во всем мире. В ней мы видим прозрачное отражение всех хозяйственных операций по НДС. Количество попыток незаконного возмещения снизилось в 8 раз». В связи с этим, коллеги, у меня вопрос. Возмещения по НДС стали фактически невозможными? Кардинальная ситуация поменялась в 2015 году, когда налоговая служба запустила АСК НДС. АСК НДС – это автоматизированная система контроля налога на добавленную стоимость. Я напомню, что годом ранее, 1 января 2014 года, в налоговый кодекс вступили поправки, которые обязали подавать декларацию по НДС в электронном виде. И вот ответ и понимание, зачем это сделали, пришло ровно через год. Когда к электронной декларации по НДС обязали прикладывать электронные же книги покупок и книги продаж. И как раз это позволило выстраивать для анализа всю цепочку движения товаров от поставщика к покупателю, к новому субъекту. Вот вся цепочка там десятки и более звеньев. АСК НДС в этом смысле является нашим драйвером на сегодняшний день. Мы приняли решение, как вы помните, в 2017 году о создании отдельного блока по отработке схемных вычетов по НДС. И в настоящее время практически по каждому третьему налоговому разрыву устанавливаются организаторы схем и бенефициары. В 2018 году по результатам работы с СК НДС поступило в бюджет 13 миллиардов рублей дополнительные. Дополнительные из них 94% поступления или 12,4 миллиардов рублей обеспечены были за счет, я бы сказал, побуждения налогоплательщиков к самостоятельному пересмотру и уточнению налоговых обязательств. Не знаю, мне как человек, который работал в налоговых органах, очень обидно, что все внимание приковано именно к АСК НДС. Действительно, это очень важная программа, очень эффективная. Однако сегодня, я уже говорил, на вооружении стоит множество других интереснейших программ, упроверяющих, которые действительно помогают им также вычленять потенциальных нарушителей. Мы знаем какие-то названия? Пик однодневки или пик допроса. Что это такое банально? Раньше, чтобы получить допрос, протокол допроса, узнать какую-то информацию, я в рамках каждой проверки должен был направлять запрос, вызывать лицо, опрашивать его, направлял запросы в органы внутренних дел, чтобы они его искали. Сегодня все изменилось. Сегодня есть единая база электронная всех допросов. Я как проверяющий просто ввожу необходимые данные, и если этого человека уже допрашивали, у меня уже на руках есть готовое доказательство, которое подтверждает, например, что он является номинальным руководителем организации. Другой пример – пик однодневки. Условно, реестр всех компаний, которые так или иначе были ранее признаны фирмами-однодневками. И на каждую фирму есть условное досье. Все, если эту компанию вижу как контрагента потенциального проверяемого лица, для меня это как для проверяющего сигнал, что вот оно, фактически, скорее всего, неуплата налога по отношению с этим контрагентом. Николай, вопрос к практикующему адвокату, часто бывающему в судах по вопросам своих клиентов. Ты уже видишь вот эти изменения, о которых коллеги говорят в правоприменительной практике? То есть в судах действительно это активно используется, вот эти данные, полученные из этих электронных систем? Я бы обратил внимание, что смысл автоматизации контрольной работы налоговых органов заключается в том, чтобы добиться исправления поведения налогоплательщика, ну и тем самым собираемости налогов, не доводя спор до суда, потому что ужесточение судебной практики мы наблюдаем достаточно давно. Но, тем не менее, этот процесс никак не связан с автоматизацией налогового контроля. Соответственно, автоматизация, она позволяет проверять налогоплательщика постоянно. Я бы даже сказал, что само качество и существо налогового контроля, оно претерпело существенные изменения. Если раньше отвечая на вопрос, почему нас проверяют, мы под проверкой понимали назначение выездной проверки, инициирование углубленной камеральной тематической проверки, то сейчас налоговая проверка – это постоянный процесс. Здесь логично предположить, что если такие системы уже действуют сейчас для юридических лиц, для компаний, то мы находимся в шаге от того, чтобы похожие механизмы стали использоваться для физических лиц. Так ли это? Вопрос действительно сложный, потому что, с одной стороны, наверное, такая цель в конечном счете есть, и в этом направлении уже делаются шаги. Уже, я думаю, многие рассказывают историю, что им блокируют их банковские карты, личные банки, потому что как будто бы они осуществляют какие-то незаконные операции денежные. Ну, 115-й ФСЗ знаменитый о противодействии и отмывании денег. На самом деле, были случаи, когда к нам обращались физические лица, предприниматели, лица, занимающиеся какой-то частной деятельностью, ну, в порядке личного знакомства, и говорили, что их вызвали в налоговую инспекцию с просьбой отчитаться о поступлениях за прошлый год. Оправа была очень простая. То есть им регулярно приходили некие суммы денег, банк эту операцию вычленил, понятно, сперва в автоматическом режиме, потом она доисследована была, видимо, в ручном режиме и передал эту информацию в налоговую инспекцию по месту жительства своего клиента. То есть кроме настройки, программного обеспечения и улучшения систем в самих налоговых органах, еще происходит сращивание с банковскими системами контроля. Да, мы говорим, почему нас проверяют. Как раз вот коллеги затронули правильный вопрос, что инициатором налоговой проверки выступает иногда не сама налоговая инспекция, но и, да, иные учреждения в банке, например. Спрошу вас о следующем. Ну, тем не менее, насколько я знаю, количество проверок налогоплательщиков неуклонно снижается, а их эффективность растет. У вас есть какие-то данные на эту тему? Что мы называем проверкой? Выездные проверки сокращаются, причем очень сильно. Но вот постоянно налоговый контроль только ужесточается. В 2018 году мы опять сократили еще на 30% выездные налоговые проверки. Уже они до 14,2 тысяч сократились. В 2017 году, я напомню, их было чуть больше 20 тысяч. И охват организаций проверками минимален. Если говорить о статистике Евросоюза, он минимальный. 0,18. Это всего две организации или индивидуальных предпринимателей из тысячи. Когда вы получаете письмо из налоговой инспекции, где написано, что АСКНДС-2 выявила подозрительную цепочку, и вы вызываете для отдачи показаний вместе с документами по взаимоотношению с таким и таким контрагентом, это формально не выездная налоговая проверка. Но придя вот по этому вызову в налоговую инспекцию, вы узнаете о себе столько нового, а может быть не очень нового, что у вас возникнет желание сделать что-то. Либо сделать ноги, либо заплатить предлагаемую сумму налога, ну, либо что-нибудь еще. Раньше как было? Я как инспектор вижу нарушение, начинаю проверку. И тем самым в статистику проверок я кладу одну единицу. Сегодня я как инспектор вижу потенциальные нарушения с помощью, например, той же стимы АСКНДС. Что я делаю? Я собираю комиссию, я вызываю налоплательщика, как говорит правильный Николай, кладу перед ним все карты и говорю, варианта два. Или проверка, и там может быть найдено что-то еще, кроме этого нарушения. Или ты сейчас даешь уточненную декларацию и платишь эту сумму. Что делает налоплательщик? В большинстве случаев подает уточненную декларацию. И по факту проверки нету, ноль. Но, как мы понимаем, по сути своей, это была проведена проверка в виде предпроверочного анализа, собран определенный материал и, главное, добились поставленные цели в виде поступления денег в бюджет. И одновременно, посредственно добровольную плату налоговых обязательств, без проведения каких-то налоговых проверок, дополнительно поступило в бюджет 80 миллиардов рублей. Это треть почти в общем объеме поступлений по результатам контроля аналитической работы. Никто тебе не гарантирует, что, сдав уточненную декларацию, в отношении тебя не будет проведена выездная проверка. Ну, чуть позже. Ну, чуть позже, да. Зато сейчас... И мы на время от тебя отстанем. И на самом деле, это же как раз и есть план Федеральной налоговой службы. Суммы, которые мы назвали, они, понятно, они разнятся от региона к региону. Но в 2018 году в Москве средний чек по выездной проверке составил 60 с небольшим миллионов рублей. Давайте поясним, что значит средний чек, а то мы введем в заблуждение наших зрителей. Сумма доначисления по итогам выездной проверки поделенная на количество выездных проверок. Вот получилась сумма 60, по-моему, 2 или 60 с небольшим миллионов рублей. Соответственно, да, если налоговая видит, что ты недоплатил, то есть система ей подсказывает, что ты недоплатил 15 миллионов рублей, нет смысла в отношении тебя начать выездную проверку, потому что ты им испортишь вот эту среднюю статистику. С тобой легче как раз именно поработать путем убеждения, путем вызова, путем объяснения того, что лучше делать добровольно и так далее. Значит ли это, что если у меня потенциальная сумма доначисления меньше 60 миллионов, то я могу игнорировать претензии налоговых органов, зная, что ко мне не придут? Ну, если мы говорим про центральный регион, про Москву. Ну, некоторые этим пользуются, безусловно. То есть понимая, что масштабы их бизнеса не представляют интереса для налоговых органов, позволяют себе игнорировать такие вызовы. Но здесь на свой страх и риск, потому что здесь еще надо понимать один нюанс. Есть каждая территориальная инспекция, у которой есть на учете условно N количество налогоплательщиков. И из них там условно 10 самых крупных, в которых и берется основная сумма поступлений. И в зависимости от инспекции к инспекции количество вот этих крупных налогоплательщиков, крупной рыбы, оно меняется. Поэтому иногда бывает такая ситуация, когда из инспекции уходит крупный налогоплательщик со своими деньгами. И чтобы наполнить бюджет именно от этой инспекции, она начинает шерстить уже более мелкие организации, и в том числе может дойти до вас. Поэтому Николай абсолютно прав, но это настолько большой риск для компании говорить, «Ну, у меня здесь, наверное, нарушение миллионов на 5-10, это слишком мало, и я не буду переживать». Да, но потом, не удивляйся и не обижайся, всегда придут. Я дополню себя, может быть, налоговая, предложим, ты неинтересен с точки зрения выездной проверки, но она эти материалы передает в ВППК, то, что мы называем в просторечии УБЭП. И дальше тебя уже ждут встречи с милыми представителями вот этого учреждения, которые выступают в данном случае активными ногами, руками и глазами, которые тебя шерстят уже по полной программе, они собирают всю информацию о твоих контрагентах, допрашивают твоих свидетелей. А ведь главное отличие УБЭП от налоговой инспекции – они умеют искать людей, они умеют их допрашивать. И, насколько я понимаю, теперь они еще и обладают необходимой экспертизой в области анализа налоговых схем, скажем так. Да, они создали внутри себя, УБЭП создал внутри себя как раз такие расчетные отделы, которые могут посчитать сумму недоимки. Понятно, очень грубо, зачастую неправильно, но они считают, что очень правильно. Но это же вопрос времени этой донастройки. Я думаю, что пройдет время, и они повысят свою... Я думаю, что они никогда не научатся, потому что это сложно. Но это ведь никого не остановит, потому что, я напомню, с 2015 года у нас Следственный комитет в праве возбуждать уголовные дела без проведения выездной проверки. Я вот знаю наверняка, поскольку при посещении вместе с клиентами этих замечательных учреждений, я уже неоднократно это слышал и в Следственном комитете, и в УБЭПе, что у них есть договоренность о том, что УБЭП собирает информацию, делает обсчет и передает его в Следственный комитет, который намерен уже по этим оперативным материалам возбуждать уголовные дела. Вы понимаете, то есть такая кооперация госорганов, налоговая инспекция, Следственный комитет, УБЭП, они теперь, на деле, не грузят друг друга. Налоговая это неинтересно? Ну, кто сказал, что это неинтересно УБЭПу? Они этот материал соберут, передадут в Следственный комитет, и он возбудит уголовное дело без проведения выездной проверки. Но ремарка Николая на тему недостаточной квалификации отдельных представителей силовых ведомств, занимающихся контролем за полнотой и правильностью уплат налогов, мне напоминает очень бородатую шутку про носорога, у которого очень плохое зрение, но при его весе это уже не его проблемы. Вернемся к основной теме, и все-таки вспомним, одним из самых эффективных и часто используемых способов ухода от уплат налогов до недавнего времени являлось использование фирм, так называемых фирм-однодневок, компаний, которые часто менялись для осуществления определенных операций. Насколько я понимаю, с введением автоматической системы контроля эту проблему удалось победить. Объявление экономики происходит за счет сокращения числа однодневок. Их меньше 4% уже осталось, это, я сегодня сказал, исторический минимум. Примерно 156 тысяч компаний, которые теоретически могут подпадать под определение однодневок, если они не находятся по месту нахождения исполнительного органа, если они не ведут деятельности, сдают нулевые декларации. Вот сегодня так называемая подложная экономика, связанная с однодневками, уходит в прошлое. Действительно, на сегодня борьба с фирмами-однодневками со стороны налогового органа стало в разы и в разы эффективнее. К чему это привело? Наверное, к тому, что видоизменилась немножко вот те самые фирмы-однодневки. То есть сегодня уже используется термин технические компании. Это компании, где директора уже на допросах не идут в отказ, а подтверждают осуществление деятельности. Это компании, которые представляют документы на встречные требования. Это компании, где даже в штате есть 2-3 человека. То есть, в принципе, вызов времени для недобросовестных налогоплательщиков вызывает необходимость как-то отвечать налоговым органам. И этот ответ сегодня скатывается действительно в попытке создать некоторое промежуточное звено между нормальным контрагентом и однодневкой, которое бы соответствовало всем критериям нормальной компании и не вызывало бы претензии с стороны налогового органа. Я бы еще обязательно отметил то, что самоналоговая совершенствует методику работы с теми возможностями, которые ей предоставляет АСКНДС. И об этом как раз неплохо несколько раз в прошлом году говорил Данил Егоров, это заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Он прямо заявил, что в момент, когда эта система была запущена, они пытались проверять тотально всех налогоплательщиков. То есть система, она работала, она выдавала им на гора замечательные результаты, показывала многочисленные разрывы, вычленяла цепочки сомнительных операций. И вот они просто брали там какой-то блок, где потенциально можно было довзыскать большую сумму налога и копались в этой вот цепочке. Но со временем они пришли к выводу, что вот такие подходы, такая методика, она делает их слепым орудием в некой конкурентной борьбе на рынке. Потому что они могут одного налогоплательщика наказать за уклонение от платы налогов, а рядом его конкурент останется нетронутым. Только потому, что он может быть меньше, его не заметили. Точнее, заметили, но решили высыскать более крупного конкурента. Поэтому где-то к 16-му году налоговая служба пришла к выводу, что АСКНДС-2 необходимо использовать по отраслевому принципу. То есть они стали изучать разрывы внутри какой-то отрасли. Ну вот самый знаменитый пример – это, безусловно, алкогольная отрасль. Это конец 15-го, начало 16-го года. В дальнейшем это была электроника. Сельхоз. Потом Сельхозка, безусловно, да. Потом дошли до клининга. Соответственно, идут по отраслям. Но и даже проводя отраслевой отбор для проведения контрольных мероприятий, они и здесь усовершенствовали свои подходы. Перед тем, как они изучают отрасль, они сводят на игроков, на участников этого рынка, они сводят тысячи, десятки тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в этой отрасли, в группы. Они определяют количество реальных игроков, потому что формально у нас, может быть, 10 тысяч компаний занимаются электроникой, но в итоге они все группируются вокруг 80 игроков реальных. Вот они проводят такую работу и выступают с предложением к отрасли обелиться. То есть они не начинают сразу военные действия. Они вызывают наиболее видных, крупных представителей отрасли к себе на неглинную. И, собственно говоря, показывают, рассказывают о той информации, которую они обладают в отношении этой отрасли. С очень понятным посылом, что, коллеги, вот вам время, чтобы вы обелились. Если в случае, если вы обелитесь, то мы вам просим грехи прошлого. И хоть и могу сказать, что этот подход, безусловно, вызывает уважение. Потому что я помню, я столкнулся вот с этой агрессивным доначислением на основании СКНДС-2 еще в 2015 году. И вот главный вопрос, который у меня возникал, ну как же так? Вы позволяли бизнесу так работать на протяжении всех прошлых лет? Компания даже проходила успешно выездные проверки, и ничего не было. А тут вы взяли неожиданно и доначисляете ей за прошлый год, когда вы же сами разрешали ей так работать. Поэтому, может быть, мои мольбы услышал ФНС, может быть, на самом деле, с такими мольбами, к ним обращались многие представители делового сообщества. И, безусловно, вот подход, когда налоговая дает временную фору для обеления, но, безусловно, это хороший подход. Это как раз вот то, что мы ожидаем от государства. Здесь я хотел бы прервать буквально на секунду, но очень интересная тема. Ты говоришь о том, что налоговые органы уже начинают задумываться и предпринимают какие-то шаги для того, чтобы не наносить сразу ударов по бизнесу, а все-таки дать какой-то промежуток или время для приведения дел в порядок или, скажем так, в новый порядок, который есть в голове у государства. Значит ли это, что мы находимся в шаге или, может быть, в десяти шагах от так называемого рулинга, когда компании смогут обращаться в государственные налоговые органы для того, чтобы утвердить схему своей работы, схему уплаты налогов и уже впоследствии жить, исходя из утвержденной схемы, не боясь каких-то серьезных последствий. Действительно, уже много лет, мне кажется, главным мотивом и уже ставшей избитой фразой стороны налогового органа является фраза о том, что ФНС – это сервисная компания. Более того, мы все знаем, что тот самый рулинг, о котором ты говоришь, это безумно популярный инструмент во всем мире. То есть, например, в Голландии сегодня налоговый мониторинг, в нем участвуют не только крупные игроки, но чуть ли не палатки, которые продают тюльпаны. Сегодня так называемый налоговый мониторинг, который уже пару лет закреплен в налоговом кодексе, он применяется только в отношении очень крупных игроков. Просто потому что, чтобы попасть в налоговый мониторинг, ты должен отвечать ряду критериев. Главный критерий – это, конечно же, объем выручки, объем плачевых налогов. Такс рулинг – это же, по сути, сделка. Это сделка, да. Как имировое соглашение. Чтобы подписывать сделку, нужно понимать, что стороны в ней равны. Вот наша традиция, советская традиция, она этого не подразумевает. Ты всегда попрепен виноват. Вот знаменитое, что был бы человек, статья найдется. Вот Кирилл сказал, что не все уклоняются от плата налогов. Это хоть и заблуждение многих, что они не уклоняются. Просто до них еще не дошли, внимательно не посмотрели, не изучили. Как-то еще просто ситуация не сложилась, чтобы они поняли, что они тоже в чем-то виноваты. Потому что у нас такая система карательная, инквизиционная, исключительно обвинительный уклон, исключительно интересы государства превалируют, слабая судебная система. Поэтому вот в этой среде такс рулинг вырасти никак не может. Я бы говорил о другом. Вот мы сейчас обсуждаем, почему нас проверяют. Но сейчас, кстати, очень много проверок касается юридического адреса. Это тоже проверяют. Адрес признают недействительным. У меня тут же возникает куча проблем, потому что ты не можешь пойти к нотариусу, контрагенты начинают тебя шарахаться, ты не можешь открыть расчетный счет в банке и так далее. А почему у тебя адрес признан недостоверным? Ну, потому что ты сидишь в бизнес-центре, где ты указал адрес с точностью не до своего офиса и кабинета, а просто некую адресную точку указал, соответственно. Вот налоговая требует, чтобы ты максимально точно себя идентифицировал. Дальше, знаете, для малого бизнеса, предположим, реально малого бизнеса, для него же реальный юридический адрес – это просто лишние расходы. Многие малые компании регистрируются, покупают себе юридический адрес, а дальше они где-то сидят. Может быть, дома, может быть, на даче, может быть, у знакомых, может быть, у друзей в офисе и так далее. Им это бизнес вести не мешает. И таких компаний, на самом деле, в России десятки тысяч. Но нет, вот каждому нужно иметь юридический адрес. Находиться там. Находиться там физически. Я не думаю, что основной идеей, по которой государство пытается всех заставить сидеть по тому адресу, где они зарегистрировались, это идея о том, чтобы клиент этой компании всегда мог к ней обратиться. Я думаю, что это делается для того, чтобы само государство всегда могло найти эту компанию. Я пример приведу. По делам я был частенько в Закавказской республике, в Грузии, и там, на самом деле, нет такого понятия, как юридический адрес. И мотивация очень простая, но, извините, у нас все электронное. Платежи электронные, сдача и отчетности электронные, налоговый контроль у нас электронный, взыскания у нас тоже электронные. Зачем нам ваш юридический адрес? Мы ваш расчетный счет заблокируем за пять минут электронно. Мы закроем вам выезд из страны, если вы вздумаете сбежать, тоже за пять минут. То есть юридический адрес – это просто атовизм. Это просто атовизм, от которого не могут избавиться. Но я думаю, что здесь первый ответ, который приходит, как контраргумент к твоему предложению, то, что все-таки страна другого размера. У нас можно очень эффективно и долго прятаться, не выезжая за пределы. Те люди, которые были в горах Грузии, понимают, что там тоже есть где спрятаться. Но это будет тема другой нашей программы. Мы поговорим о проверках, но сейчас очень много проверок касается юридического адреса. То есть есть некое правило, некая обязанность, смысл которой там может быть только пять процентов. Но, тем не менее, это правило есть, и оно проверяет. Продолжая отвечать на вопрос по сегодняшнему применению информационных систем, я так понимаю, что ты сталкивался с этой проблемой уже непосредственно на практике, в судах поделись с нами. Здесь нужно понимать, что несмотря на то, что фактически эти ресурсы активнейшим образом используются проверяющими, позиция ФНС официально и сегодня позиция судов заключается в том, что исключительно на основании данных этих информационных ресурсов не может строиться позиция налогового органа. То есть если в акте или в решении налоговый орган проверяющий пишут, мы нашли разрыв, вот данные из АСКНДС-3, плюс мы взяли какую-то еще информацию из наших информационных ресурсов, и тем самым мы пришли к выводу, что наплательщик не платил налоги. То мало того, что суды, такое решение зарежет высшестоящий налоговый орган. Потому что, по мнению и судов, и ФНС, это внутренние инструменты инспекции. Они нужны им в рамках предпроверочного анализа. Они должны дать след. А вот дальше нужно уже добывать доказательства, проводить допросы самостоятельно, проводить анализ движения денежных средств, а не только ссылаться на данные информационных ресурсов. И сегодня у нас же есть судебная практика, где суды говорили, что, ребята, вы свою распечатку из АСКНДС-2 уберите. Это в суде не доказательство. Это ваш внутренний документ, наш внутренний ресурс. Нам, пожалуй, что-нибудь другое. И я так понимаю, что введение этих автоматизированных систем вносит в том числе некоторую неопределенность в работу самих налоговых органов. Не так все просто сейчас и внутри самой Федеральной налоговой службы, когда система автоматически говорит о том, что необходимо найти и проверить какую-то компанию, а при этом исполнитель на уровне исполнителя это решение не до конца чувствуется обоснованным. Михаил, ты здесь абсолютно прав. Мы, мне кажется, всю передачу хвалим современные технологии, которые есть в распоряжении у инспекции, но они порождают некоторые объективные проблемы. Сегодня есть отдельно отдел, который занимается предпроверочным анализом, который как раз-таки по итогам использования этих инврукционных ресурсов приходит к выводу, что компанию N нужно проверить, и потенциально ей будет доначиваться определенная сумма, сумма X. Но проверяют эту компанию уже другие люди, это же сотрудники выездного отдела. В рамках проверки они вдруг устанавливают, что на ту сумму, которая была предсказана в предпроверочном анализе, они не выходят, сумма в два раза меньше. И здесь у них возникает коллизия. Они могут или все-таки выйти на эту сумму, которую им нарисовали в предпроверочном анализе, но при этом будет риск того, что эту сумму потом отобьют. Либо же стоять на своем, сказать, что сумма под доначислением в два раза меньше, но тогда они вынуждены будут оправдываться и доказывать своему руководству, вышестоящему налоговому органу, о том, что эта сумма в два раза меньше связана не с тем, что они плохо работали, невнимательно, ленились, а с тем, что объективно предпроверочный анализ ошибся. Потому что все равно, как мы говорим, машина не идеальна. Говоря о эффективности работы налоговых органов и снижении количества налоговых проверок, я так понимаю, что еще есть такая особенность. Теперь налоговый орган не просто смотрит, есть ли основания для проведения налоговой проверки хозяйствующего субъекта, а также смотрит на его финансовое положение и перспективы своих мероприятий. Да, так и есть. Есть бездействующие компании, компании, которые прекратили деятельность, обороты которых резко снизились. Даже в том случае, если налоговая инспекция по данным, полученным из АСКНДС, по данным, полученным от банков, по данным, полученным от силовых органов, знает, что у компании за прошлые периоды есть прегрешение перед бюджетом, но именно ввиду того, что компания деятельность практически прекратила, нет текущих доходов, такую компанию могут и не проверять абсолютно. Но попробуют выяснить, не создалось ли где-то рядышком. Компания может быть с тем же названием, может быть с другим названием, но которая, по сути, взяла на себя вот ту коммерческую деятельность, которая прекратилась на вот этом юридическом лице. И если налоговая найдет такой параллельный бизнес, то тогда прошлую компанию тоже проверят за прошлые периоды. И в рамках статьи 45 налогового кодекса взыскивать уже будут с вновь созданного юридического лица. И здесь все должны понимать, что многолетняя практика исключительно в пользу налоговых органов. Михаил, и я добавлю еще, что такой подход распространяется не только при решении о назначении выездной или камеральной проверки, но в том числе и при вынесении решения о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Когда налоговая инспекция обращается в суд с соответствующим заявлением, уже в этом заявлении налоговый орган, наряду с теми обстоятельствами, которые свидетельствуют о том, что контролирующий лицо что-то нарушил, уже указывает, какое у него есть имущество. Там три автомобиля, две квартиры, один земельный участок, где располагаются кадастровые стоимости и так далее. То есть суд и другие участники процесса уже знают, что у этого лица можно кое-что взять. И очевидно, если налоговая такими сведениями не располагает или располагает сведениями о том, что имущества нет никакого, то и к субсидиарной ответственности она привлекать такое лицо не будет. Я просто хотел бы резюмировать так вот очень интересно своих коллег. Они абсолютно правы. Сегодня нет ничего страшнее для территориальной налоговой инспекции, чем доначислить условные полмиллиарда компаний и потом не мочь их взыскать. Это самое страшное. Потом это самое ужасное, поскольку это ломает все данные, все статистические показатели инспекции. Хочу еще вот какой вопрос задать. Представим, что налоговый орган вынес решение о проведении выездной налоговой проверки. Вот с самим решением что-то можно сделать? Можно ли его каким-то образом оспорить, остановить вот эти проведения вот этих вот мероприятий? Если решение о проведении выездной проверки принято уполномоченным налоговым органам, то оспорить его невозможно. Вместе с этим бывают на практике следующие очень интересные конфигурации. Перед тем, как назначить выездную проверку, налоговая инспекция проводит предпроверочный анализ, который должен показать, сколько налогов можно доначислить по итогам выездной проверки с этого налогоплательщика. Да, безусловно, АСКНДС-2, информация от банков. Это информация, которая поступает в распоряжение сотрудников ППА предпроверочного анализа. Таким образом, что налогоплательщик не знает о том, что эту информацию с него сняли, и она уже поступила в контрольно-аналитическое, либо управление, либо в контрольно-аналитический отдел. Но, тем не менее, многие вопросы налоговые потом допиливают вручную. И вот налогоплательщик объективно начинает узнавать, что по его контрагентам пошли требования. Кого-то из его сотрудников, бывших в том числе, вызывают на допросы. То есть он чувствует внимание к себе со стороны налоговой инспекции. Ну, все мы с усами. Понятно, что и руководители, и главный бухгалтерат, тем более налогоплательщиков, понимают, что они находятся на грани, в шаге от выездной налоговой проверки. Ну, и тем более, опять-таки, есть живое общение между самим налогоплательщиками, и территориальным налоговым органом. И в ходе этого живого общения, ну, какой-то инсайд тоже, безусловно, происходит. И вот в этих условиях налогоплательщик пытается, если он чувствует, что у него есть какой-то грешок, он пытается сделать ноги, пытается перейти в другую налоговую инспекцию. Понятно, переходить в другую налоговую инспекцию в рамках одного региона – это бессмысленно. То есть точно так же назначить и проведет выездную проверку. Поэтому он пытается переехать в другой регион. И вот, собственно говоря, здесь тоже проводится большая контрольная работа стороны налоговых органов. Представляется обратить внимание на основные подходы к борьбе с таким явлением, как миграция налогоплательщиков из субъекта в субъект. Зачастую это обусловлено не экономической деятельностью, а уклонением от уплаты налогов, в связи с чем нужно законодательно ограничить такие возможности. Те, кто сталкивался с такими задачами, переехать в другой регион сейчас практически невозможно. Но даже если у тебя это получается, то в момент, накануне твоего переезда, вот накануне того дня, когда тебя снимают с учета здесь и переводят в другой налоговый орган, в другом субъекте Российской Федерации, прежний налоговый орган назначает выездную проверку. А по действующим правилам, если налоговый орган успел назначить выездную проверку до того, как финал тебя с учета, он ее и будет проводить. Поэтому все ваши там замечательные договоренности с новым налоговым органом вам не помогут. Коллеги, большое спасибо за сегодняшний разговор. Я тогда попрошу вас высказать свои мысли по теме сегодняшней программы. Михаил, для меня, наверное, главный вывод на поставленный вопрос в начале нашей передачи заключается в том, что сегодня, если в отношении вас принято решение о проверке, вы не должны гадать, найдут ли у вас что-либо. Нужно знать и быть уверенным, что в отношении вас уже все, что нужно, нашли. И вопрос только в технике оформления. Михаил, спасибо за приглашение на эту замечательную программу. Соглашусь с коллегами, соглашусь с Андреем. Действительно, если к вам уже пришли, то, скорее всего, уже знают, что и где искать. Но это не значит, что не нужно сопротивляться. Это не значит, что не нужно бороться. Это всего лишь значит, что нужно взять себя в руки и грамотно провести эту налоговую проверку вместе с проверяющими. Тогда ваши шансы на то, чтобы снизить недоимку, либо полностью ее отбить, они резко возрастут. Ну, коллеги, я скажу, что вся система налогового контроля, она на текущий момент построена вокруг НДС. Поэтому, отвечая на вопрос, почему вас проверяют, мы всегда вынуждены признать, что у тебя, у субъекта, которого проверяют, что-то не в порядке именно с НДС. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас проверяли, то вам необходимо навести порядок именно с этим налогом. Если вы платите НДС, если платите НДС в том объеме, которым федеральная налоговая служба считает достаточным, а надо понимать, что для каждой отрасли есть свои целевые показатели, они опубликованы, они доведены до сведения широкой общественности, и вы им соответствуете, то тем самым вероятность налоговой проверки, она резко сокращается. Уважаемые зрители, большое спасибо за то, что вы уделили нам несколько минут своего времени. Надеюсь, наша программа была вам интересна. В качестве какого-то резюме хочу сказать, что, безусловно, то, что происходит сейчас в донастройке систем контроля за хозяйствующими субъектами, только начало процесса. В конце концов, наверняка мы увидим полную автоматизацию этих систем, когда контроль за хозяйствующей деятельностью будет непрерывен с самого начала открытия бизнеса и до его ликвидации, а меры налогового контроля, встреча налоговых проверяющих органов с налогоплательщиками будет, скорее всего, чем-то из ряда вон выходящим. В голову, конечно же, приходит знаменитая фраза «Большой брат следит за тобой». К сожалению или к счастью, это так. В заключении попрошу вас комментировать нашу программу, ставить лайки. Если у вас возникло желание высказаться, принять участие в нашей беседе, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую по контактам, которые вы увидите внизу. Мы всегда рады новым интересным гостям и любым новым интересным темам для обсуждения в области права. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok